Здравствуйте! В последнее время в лексикон современных предпринимателей все чаще входят такие словосочетания, как зеленая экономика, зеленая энергетика, IPO, CDG, устойчивый бизнес, зеленые же инвестиции. Что это? Дань моде или на самом деле требования сегодняшнего дня? Об этом мы и поговорим. В студии я, автор и ведущая программы Лея Байрамова, и наша гостья, генеральный директор компании YouSocial Евгения Николаева. Здравствуйте, Евгения! Добрый день! Спасибо, что пришли. Я знаю, вы прилетели вчера только в Баку. И сразу хочу начать со своего традиционного вопроса. Я знаю, вы смотрели наши передачи. И мой традиционный вопрос. Что лично для вас означает слово «устойчивость»? Лично для меня слово «устойчивость» больше относится к такому некому балансу между экономическими, социальными, экологическими аспектами, которые есть на самом деле неважно в жизни бизнесмена или в жизни обычного человека. Многие бизнесы, и на самом деле я часто сталкиваюсь сама, будучи в этой сфере занятой, что многие бизнесмены сегодня не только в Азербайджане, но вообще на постсоветском пространстве, да и в некоторых других странах, они не готовы понимать, не всегда компания понимает, что такое владельцы компании, что такое устойчивость. Считается, что устойчивость – это определенная сумма денег на счету, умение вовремя выплатить зарплаты, там погасить какие-то коммунальные платежи и так далее. Ну, как это было, допустим, лет 20-30 назад. Сегодня же понятие в бизнесе, устойчивый бизнес, намного глубже. Я хотела бы, чтобы мы с вами обсудили, я знаю, что вы общаетесь с международными компаниями, у вас много клиентов. На ваш взгляд, как сегодняшний бизнес воспринимает понятие устойчивости? Да, это действительно важно подчеркнуть, что бизнес по-разному смотрит на устойчивое развитие, на ESG-компоненты, и для кого-то это то самое базовое умение вовремя выплатить зарплату, добавить добровольное медицинское страхование и какие-то социальные аспекты для своих сотрудников. Но те, кто смотрит на свой бизнес как на долгосрочное вложение своих инвестиций, на изменение действительно той среды, в которой они работают, они уже не могут не смотреть на те тенденции, которые наблюдаются и в рамках страны, и в рамках мира с точки зрения требований и со стороны сотрудников компании, потому что сейчас многим уже недостаточно просто работать с девяти до шести и знать, что их круг обязанностей ограничен. Им хочется видеть тот вклад, который компания делает в окружающую среду, в помощь некоммерческим организациям, и как она об этом говорит и заявляет. А второй блок, конечно, это инвесторы, которые тоже становятся некими движущими акторами, движущей силой, когда выбирают компании, свой портфель создают уже не только, отметая какой-то тип бизнеса, например, отказываясь инвестировать в игровую сферу, но в том числе выбирают приоритетные направления, которые могут в будущем, даже до устойчивого развития, в том числе прориски, что в будущем могут снизить риски в рамках этого портфеля. И мне кажется, третий аспект, который тоже бизнес не может игнорировать, если он живет не здесь и сейчас, а смотрит в будущее, то это потребители. Причем мы понимаем, что потребители становятся в цепочке общей. Это и B2B бизнес, который понимает, что потом листы металла окажутся дверьми машин, а так и, конечно, B2C, который общается непосредственно со своими клиентами и видит тот самый пока именно тренд на запрос, на более устойчивые товары для общественного потребления. И ту самую повестку, которую бизнес несет, и можно как бы соединиться с этими ценностями, потому что выходит новое поколение, становится экономически активным и уже голосует своим кошельком за те продукты и бренды, с которыми у них складываются взаимоотношения. Потребители. Но насколько наш потребитель, постсоветский потребитель, готов голосовать рублем за товар, который устойчивый? Мне кажется, в некоторых случаях потребители стараются выбрать, что выгоднее приобрести по цене. И тот уровень, скажем так, некоторых западных потребителей, которые просто готовы бойкотировать компании, бойкотировать товары, если там выяснилось, что они замешаны в чем-то неэкологичном или неправильном. Дойдем ли мы в ближайшей перспективе до такого уровня сознания? Это первая часть моего вопроса. И вторая, но к ней я вернусь позже. Да, если говорить про потребителя, скорее сейчас мы видим именно желание, то есть скорее не фактическое действие голосования, а желание поддержки брендов, которые более устойчивы, более социально ответственны. Это речь идет о молодежи скорее, о миллениалах и зумерах. Да, это миллениалы и зумеры, которые выражают свою готовность, но еще все равно, конечно, при прочих равных они однозначно выбирают товар, который более устойчивый и более схож с ними по ценностям. При выборе товара в разных ценовых категориях, конечно, сейчас мы все равно в том числе наблюдаем выбор более экономически эффективного такого решения. Но так как исторически все равно мы наблюдаем, что тенденции, происходящие в других странах, все равно докатываются до нас, и отголоски мы уже видим в первых исследованиях. Соответственно, это дает возможность для компаний сделать для себя, чуть заранее подготовить эту почву, искать более эффективные, в том числе экономические, внутри компании решения, чтобы предоставлять своим потребителям возможность платить такую же стоимость, но за более экологичный товар. Об инвестициях. То есть сегодня же, на самом деле, и я в лиде к передаче об этом сказала, зеленые инвестиции. На самом деле же, мировые экономические институты стараются сегодня сотрудничать только со здоровыми и устойчивыми компаниями, корпорациями, бизнесами. Да и даже это распространяется, мне кажется, и на гражданский сектор, и на госочереждения. То есть стараются работать исключительно с проверенными, с доверенными партнерами, которые полностью соответствуют современным требованиям устойчивости. Насколько внедрение именно зеленых инвестиций актуально в нашем регионе? Я бы сказала, что внедрение зеленых инвестиций находится тоже на таком зарождающемся уровне, потому что об этом много разговоров, мы слышим это и в рамках конференции, эти темы поднимаются в государственной среде, банковские игроки так или иначе внедряют свои зеленые стандарты, но непосредственную выгоду от зеленых инвестиций сейчас компании для себя не ощущают и не видят. Поэтому остается пространство именно для диалога, чтобы найти те самые pros and cons, когда приходится очень много вкладывать бизнесу со своей стороны, чтобы соответствовать требованиям со стороны инфраструктурных организаций, банковских сфер, но и получать очень понятные выгоды для себя. И пока вот я бы сказала, что диалог он в процессе, чтобы выстроить и найти те самые эффективные пересечения. Говоря об эффективных пересечениях, я хотела бы затронуть тему Сибама, которую приняли в Европе, но даже об этом речь идет. То есть компании, мы с вами это обсуждали до передачи, компании, некоторые выбирают для себя, что важнее им, выгода сегодняшняя, либо... Да, действительно, если говорить про Сибанк, тот самый экспортный налог, то здесь возникает вопрос, как долго и с каким объемом экспорта компании будут сталкиваться у себя внутри, и в этом плане есть выбор и очень грамотные экономические просчеты, что выгоднее? Выгоднее платить налоги, даже не налоги, скорее дополнительные штрафы за превышение определенных норм, или все-таки модернизировать свои производства, чтобы отвечать новым стандартам. И здесь компании смотрят среднесрочную перспективу 3-5 лет, что выгодно в данном периоде, и более долгосрочную 10-15 лет. Конечно, если мы говорим про долгосрочную перспективу, про те же с нами риски, которые, возможно, будут у компаний, это финансовые потери в нескольких миллионах и миллиардах сумм. И здесь компании принимают решение модернизировать производство сейчас, в каком объеме и какие требования все равно дополнительно на это накладываются, потому что можно просто модернизировать производство или компенсировать свой углеродный след за счет покупки сертификатов AIREC, либо лесовосстановления, или каких-то других климатических проектов. А можно непосредственно, опять же, модернизировать свое производство, чтобы оно было более эффективным и стабильным. В этом плане инвестиции выше, но и долгосрочный эффект, который компания для себя считает, он получается более интересным, но в долгосрочии. Но все дорогое, скажем, оно на самом деле не делается за минуту. Все произведения искусства и все те архитектурные шедевры, которыми мы восхищаемся, они строятся долго, и к ним подход серьезный. То есть нельзя, я могу здесь сравнить подход к устойчивому развитию и путь к устойчивости. Это тоже создание какого-то шедевра, то есть можно поставить знак равенства. Если стараться, если сейчас начать говорить о том, как население воспринимает понятие устойчивости, мы говорим с точки зрения бизнеса, но не всегда, возвращаясь к теме покупок, но не всегда само население понимает, что есть устойчивое развитие. И очень часто, кстати, даже бизнес, когда мы говорим о устойчивости, воспринимают это не как треугольник, в котором есть три равные стороны экологии, социума и экономика. Все говорят только об экологии. И я сама сталкивалась с крупным достаточно бизнесом, когда ты говоришь об устойчивости, но я же не производитель условно, я там перевозчик. Мне кажется, до сих пор эта проблема существует. И мне кажется, что огромную роль играет образование, причем образование как и младшего поколения, хотя и миллениалы, и зумеры до всего этого уже доходят сами. Мне кажется, огромную роль играет образование владельцев бизнеса. Это правда. И многие исследования, и сами на самом деле компании в диалогах подтверждают о том, что топ-менеджмент не всегда понимает, что такое устойчивое развитие, как интегрировать это в разные бизнес-процессы, и какой эффект от этого получается. И мне кажется, именно поэтому ESG, как Environmental Social and Governance, вошли в более такую активную лексику бизнесменов, потому что это можно приравнять к финансам и посмотреть. Ага, мы здесь делаем, например, мы выпускаем стеклянные бутылки, теперь не 280 грамм, а 230 грамм. Мы экономим стекло, мы экономим на логистике, мы, значит, снижаем свой CO2, и мы еще и более интересны для своих же поставщиков, потому что они могут включить свои цепочки поставок, тем самым мы получаем выгоду в деньгах. А там же еще дальше идет все, если это заполняет сок и мельчает сокращение, фудвейст, сокращение всего. То есть одно вроде бы маленькое действие ведет совершенно этот эффект бабочки, который где-то когда-то даст результат. Ну вот очень важно это подсвечивать для бизнеса, для топ-менеджментов, для акционеров, именно с точки зрения финансов, потому что, ну если просто, ну фудвейст, сокращаем, ну молодцы, как бы похвалили, грамоту выдали на собрании, директоров отметили, но для бизнеса это не значит, именно как бы, да, для топ-менеджмента это не значит какого-то непосредственного эффекта. Когда мы это видим в деньгах, сразу вопросы снимаются, что нужно ли, не нужно инвестировать. Конечно, нужно, потому что есть окупаемость. Такая же окупаемость есть в социальной сфере, там, например, считается как раз, если роя, да, это возвратные инвестиции, то есть прям с роя социальные возвратные инвестиции. Его сложнее перевести прям, ну в такие физические деньги, которые можно оценить у себя в EBD или на счетах, но в том числе все равно увидеть тот эффект, который бизнес имеет для себя за счет внедрения определенных социальных практик и программ. Например, если это производственная компания, которая инвестирует много в поддержку именно местных сообществ, некоммерческих организаций в своем городе присутствия, то, соответственно, повышается лояльность сотрудников, уменьшается текучка кадров, и это тоже все приводится потом к финансовой определенной составляющей, на которую в том числе топ-менеджеры могут смотреть, понимать, да, эти проекты, проекты, они требуют инвестиций, требуют вложения и ресурсов со стороны компании, но они компании дают очень много с точки зрения эффективности. И вот когда, и поэтому, да, ESG вошло в такой более практикоориентированный обиход, потому что можно приравнять к финансам и посмотреть тот эффект, который компания получает либо здесь и сейчас, либо через определенное время с точки зрения прогнозирования. И вот через такие подходы получается лучше выстраивать коммуникацию, создавать те самые кросс-команды, где участвуют и представители инвестиционных отношений, и государственных отношений внутри компании, HR-практики, PR-практики, которые объединяются, создают вот какие-то кросс-проекты, которые закрывают именно бизнес-задачи. Потому что, конечно, мы можем много говорить о том, что устойчивое развитие, это для всего мира, это улучшение, да, всего такого, но это где-то там, а я здесь, вот я как акционер компании должен здесь понять для себя, сколько я должен вложить, что мне это даст как компании, и насколько это будет эффективно, и есть ли что-то эффективнее, чем то, что мы делаем сейчас. Потому что, ну, все равно, не будет никаких вложений в устойчивое развитие со стороны бизнеса, если бизнес будет убыточным. Поэтому это, конечно, действительно вот это, эти ступеньки, которые нужно проходить. Ну, здесь есть еще такой нюанс, который мне кажется очень важным, его нельзя сбрасывать со счетов. Не всегда SEO, принимающий решения важные, является владельцем бизнеса. SEO должен показывать результаты. Два раза в год, или там раз в месяц, он ходит к владельцу бизнеса, и должен давать вот графики, как сильно компания выросла в рое, как выросла она в доходе, в прибыли, какие она показала результаты. И любая, ищи повестка, будем откровенны, она убирает деньги, она требует вложений, и причем иногда очень крупных, если речь идет о бизнесе, который, скажем так, из совкового хочет перейти в цивилизован. И очень часто я сталкиваюсь, когда управляющие компаниями не рискуют сильно уходить в эту сферу, потому что им все-таки же нужно показывать прирост, который они принесли своему владельцу. И вот это, а разговаривать не всегда с владельцем бизнеса открыто, потому что они очень часто бывают людьми в возрасте, у них определенные стереотипы, которые сложились, они жили в определенной среде, и, соответственно, как с этим вопросом? То есть кажется, что это вопрос нерешаемый. Первое, все равно мы сталкиваемся с меняемостью поколения, в том числе и на позиции СЕО мы видим более молодых, открытых, амбициозных людей, и в том числе мы видим, как с точки зрения акционеров в советах директоров, в акционерах появляются новые лица, которые чуть смелее, наверное, подходят к определенным решениям. И это тоже вот, мне прямо очень понравилась эта метафора про искусство, потому что это требует времени, это требует вложений, и требует настойчивости, и, конечно, смелости, потому что проще вести бизнес, как раньше, и ничего не менять, и понимать, что на протяжении 50-10 лет мы будем оставаться прибыльными, свою долю рынка держать, и, в принципе, не требовать каких-то больших вложений, инвестиций. И на период, например, того же СЕО, вполне возможно, этого срока хватит для того, чтобы показать ту самую эффективность, ну, а дальше, как бы, не наша свадьба, как говорится. И здесь, мне кажется, что вот те же самые маленькие шаги, которые очень важны, плюс поднятие этой повестки в разных кругах, и в школах все равно вводятся и терминологии, какие-то доп. уроки, пусть и называется, как экологическая ответственность, какие-то небольшие выставки по тому, как можно использовать вторично сырье, плюс вузы открывают свои образовательные программы, так или иначе, об этом говорят государственные структуры. То есть вот это инфополе, которое создается, его уже, ну, сложно закрыть и глаза, и уши, чтобы не видеть, не слышать, и об этом не говорить. И вот эта среда, мне кажется, тоже очень сильно влияет на то, насколько акционеры готовы про это слушать, и действительно, они во многом являются такими главными драйверами, потому что какие-то решения небольшие можно принять, а какие-то значимые перестройки внутри бизнеса, они без согласия акционера просто невозможны. И здесь дополнительное поле, которое состоится в том числе и вот вашей программой, и это единственное повышение и осознанности, и вообще знание о том, что такое есть, что об этом говорят, что это происходит в разных сферах. Не обязательно только мы не говорим про бизнес, мы говорим и про культуру, мы говорим про образование, мы говорим про... Про моду. Да, вот, про какие-то базовые, вроде ежедневные наши вещи, и поэтому это замечательно, что это есть и позволяет ускорять процесс изменения тех паттернов, в которых все привыкли жить. А давайте поговорим о драйверах для бизнеса, которые бизнес, мы об этом тоже с вами говорили, отмечают для себя при внедрении HG-повестки. Да, на самом деле сейчас много что происходит вовне и формируют эту повестку для бизнеса, меняя ее даже, да, с nice to have на must to have, и это, во-первых, та самая минимизация рисков, которые и бизнес, и консультанты видят в ближайшем будущем, это экологическая повестка, и трансграничный налог, и внутреннее законодательство внутрих стран, которое активно внедряется и на постсоветском пространстве, и на международном, и даже мы прекрасно видим, что для выхода на IPO компаниям уже требуется не только отвечать финансовой устойчивости и финансовой тому будущему, к которому они стремятся, но и показывать свою устойчивость с точки зрения социальных, экологических аспектов. И более того, невозможно это сделать за один день. Кстати, сразу можно понять по риторике компаний, либо владельцев, либо SEO, либо даже среднего менеджмента, что компания начинает двигаться в сторону IPO. Риторика меняется за 2-3 года, и можно проследить в принципе это, но опять-таки ошибочно, мне кажется, многие наши компании думают, ну захочу выйти на IPO, выдаю, это не вопрос одного дня, это вопрос нескольких лет работы. Это вопрос нескольких лет работы и подготовки вообще сотрудников компании, потому что в том числе надо каждому объяснить, как его деятельность влияет на то, выйдет компания на IPO, и даже с каким, ну понятно выйдет, но с каким результатом. В мире происходит, мне кажется, плавный переход от устойчивого развития на самом деле к инклюзивному, потому что только инклюзивность, когда вовлечены все стороны процесса, все сферы нашей жизни учитываются, тогда и вот происходит эта самоустойчивость. и я знаю, что вы занимались, у вас было много проектов на самом деле по инклюзивности и внедрение инклюзивности, скажем так, в шаги бизнеса. Расскажите об этом подробнее. Да, здесь с удовольствием поделюсь. На самом деле, один из моих любимых проектов, который продолжается до сих пор уже с большей глубиной, но начинали мы с анализа того, насколько ритейл товаров для дома он вообще именно отвечает потребностям разных своих целевых аудиторий и выбирали целевые аудитории это и люди с инвалидностью и родители с малыми детьми и люди с избыточным весом, то есть такие довольно нестандартных своих клиентов, с которыми у них очень много выстраивается взаимодействия. И здесь пошли по нескольким направлениям. Первое, это, конечно, физическое пространство магазина, насколько оно доступно, комфортно и людям с особенностями там они себя достаточно уверенно чувствуют, могут, знают, к кому они могут обратиться и сотрудники компании могут также уверенно продолжать диалог и выполнять свои какие-то рабочие обязанности. Второй блок был про диджитал инклюзию, это тоже, мне кажется, то, к чему сейчас многие компании идут, насколько приложения, сайты доступны для людей с дислексией, когда по экрану бегают буковки и сложно сосредоточиться или вообще с проблемами зрения, когда необходимо пользоваться войс-ридером с экрана, насколько удобно заказать ту же самую пиццу, может быть, это не лучшая пицца, которую, но ее может заказать человек с проблемами со зрением, и здесь важно именно посмотреть на весь путь и найти, взять самого неудобного клиента, сделать для него удобно и каждому будет удобно, потому что, например, нам с вами тоже сейчас невозможно ответить на звонок подтверждения заказа, удобнее, если напишут в чат, и мы там свое в свой перерыв, ответим да, подтверждаем, а не отвечать, не узнавать, и это тоже такой вроде маленький элемент, но он делает вообще весь бизнес-процесс намного удобнее и комфортнее. И как раз-таки третье направление это с точки зрения внутрикорпоративных коммуникаций, потому что у нас на уровне законодательства компания обязана трудоустраивать в зависимости от своего размера бизнеса от 1 до 4% людей с инвалидностью, и в том числе их надо же интегрировать в общую систему, надо знать, как с ними разговаривать, какие позиции они могут занимать, насколько в зале им безопасно. Тихие кассы, которые тоже получают свое такое развитие и делают весь магазин делают более интересным и приятным местом для проведения времени. И сейчас уже идет именно развитие с точки зрения самих товаров для дома, например, окон, где саму ручку можно перестанавливать, потому что люди с взрослением они теряют в росте, им удобно, если ручка будет внизу, а, например, родителям с детьми наоборот неудобно, чтобы была ручка внизу, это опасно, им надо ручку поднять максимально наверх. И вот это умение не только найти, да, эти вроде с одной стороны простые решения, с другой стороны понимание, что у нас на рынке таких услуг нет, и нет в том числе партнеров, которые готовы это установить, готовы установить окно, представив эти три варианта установки ручки, сделав это все-таки эстетично, а не оставляя большие черные дырки внутри. То есть вот такое довольно кажется, что такое простое решение, что давайте мы сейчас окно сделаем просто с тремя вариантами установки ручки, но надо продумать очень много мельчайших деталей и понять, как это в том числе донести до своего конечного потребителя, чтобы и пожилые, и родители с детьми пришли в магазин и конкретно здесь, став клиентами, расширив опять же рынок, потому что я не зря говорю, что очень важно смотреть на ключевую деятельность бизнеса. Про дом давайте менять в доме, давайте делать двери без ручек, которые открываются нажатием, потому что это просто проще и удобнее, и вот такие какие-то маленькие элементы собирать в целую картину той самой инклюзии и доступности, которой компания может делиться со своими клиентами. Помимо делиться, и давайте подчеркнем, и также увеличивать свои прибыли, то есть это выгодно, забота о людях сегодня это выгодно. Да. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо вам и за вопросы, и за саму программу, это безумно важно, прям подчеркиваю еще раз, вот продолжать это партнерство информационно, доставлять те самые маленькие шажки, эффекты, бабочки, про которые мы с вами говорили, до разных целевых групп, и пусть дальше будут такие же интересные выпуски, с которыми мы будем знакомиться. В студии была наша гостья Евгения Николаева и я, автор ведущей программы Лея Байрамова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин